Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале, также приветствует моя семья. Едем на дачу. Ну, хотел бы с вами сегодня обсудить такой вопрос. Прохождение ТО на автомобиле, стоит ли экономить на расходниках и на чем вообще можно сэкономить? И хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение в комментариях. Экономите ли вы на этом? Покупаете ли вы хорошие расходники? Или все-таки на чем-то экономите? Сейчас хочу высказать вам свою точку зрения, на чем я экономлю и вообще, какие запчасти, какие расходники я стараюсь покупать. Вы не забывайте подписываться на канал, нажимать на эту кнопочку. Вам не трудно, мне приятно. Бывают полезные и интересные видео. Итак, на чем же можно сэкономить? Точнее, на чем лучше не стоит экономить? Во-первых, конечно, экономить не стоит на масле. Это однозначно. Масло надо покупать хорошее, масло надо покупать то, которое рекомендует производитель, хотя бы допуски, чтобы полностью соответствовали допуске этого двигателя, на котором вы делаете обслуживание. Многие мои знакомые не раз говорили, допустим, и я с таким не сталкивался, потому что масло я покупаю всегда хорошее, но сталкиваются с таким, что вот, говорит, мне посоветовали в магазине масло, говорит, оно по допускам такое же, все такое же делается на одном заводе, но стоит там чуть ли на 30-40% дешевле. Я, говорит, на это повелся, на рассказы продавца, купил себе данное масло, марку называть не буду, и, говорит, у меня на тысячу километров я начал доливать где-то 500 грамм масла, хотя, говорит, до этого у меня масло все четко от замены до замены, ну там, ну, грубо говоря, на погрежность 200 каких-то грамм можно долить. Говорит, после этого поменял масло, опять залил то, которое я все время, говорит, покупал, все, масло стало в норму. Говорит, заливаю почти, ну, примерно там под максимум, на следующую замену масла у меня на середине, говорит, практически я не доливаю и нету смысла. Поэтому мой вам совет, ну, я думаю, вы сами это прекрасно знаете, на масле не экономим. Следующее. Свечи. Допустим, я не покупаю иридиевые свечи, считаю, что это, ну, нету смысла. Допустим, в наших движках, допустим, на Джили Атлас совершенно спокойно, легко можно подобраться к свечам, заменить их каждые 20 тысяч, брать, допустим, как я беру Денса К20ТТ, очень хорошие свечи, ведут себя хорошо, на 20, стоят они недорого, на 20 тысяч их вполне хватает, через 20, может, кто-то, если уже не обслуживается у дилера, дилера можно менять и через 25 тысяч, но, конечно, по рекомендациям можно и 15-20 тысяч замена свечей. Тоже на свечах экономик не стоит. Ну, и, конечно, покупать их в проверенных местах, чтобы не нарваться на подделку и потом не говорить, что свечи ерунда, Денса там и еще что-то. Берите в проверенных местах, и у вас проблем не будет. Следующий момент, это топливный фильтр, однозначно, тоже на этом экономить не стоит. Кто смотрит мои видео, следит за моим каналом, знает, что я покупал, допустим, для эксперимента топливный фильтр китайский, там буквально за 2 доллара мы его распилили, и он внутри, ну, не знаю, там бумажка, этот вот фильтрующий элемент, ну, им только высморкаться, вот честно, ну, он настолько маленький, настолько бесполезный и ущербный, что, ну, такой фильтр точно не стоит брать. Подай, Оля, пожалуйста, мне. Да, я, допустим, покупаю для нашего автомобиля, вот сейчас купил еще один, потому что предыдущий я купил такой же, но поставил его против хода, если, допустим, использовать нашу клемму, то направление топлива смотрит в другую сторону. Купил я еще один, удлиню клемму, поставлю его как положено, а заодно проверю, распилю тот, который сниму, распилю, посмотрим, как же нет и макле, макле, да, как он будет внутри, этот фильтр, насколько здесь будет хороший фильтрующий элемент. Также я пилил, если вы помните, именно оригинальный фильтр Джили Атлас, там фильтрующий элемент, ну, просто на весь фильтр там фильтрующий элемент. Ну, достаточно хороший, но он даже в два раза, так его нигде не найти, только у дилера. Но у дилера он стоит дороговато, скажем так, если этот китайский, то, что я вообще брал там за 2 доллара, бесполезно его брать не стоит. Вот этот вот хороший, фирменный, я беру за 5 долларов, 5-6 долларов, по курсу можете перевести, то у дилера фильтр оригинальный Джилевский стоит, получается у нас где-то 12-15, даже 15 долларов, понимаете? И это уже, конечно, существенная разница. Не думаю, что за это надо переплачивать. Я думаю, что фильтра Кнехта, Кнехт, там, допустим, Бош, Макле, ну, какие-то более-менее именитые фильтры можно ставить, и на 20-30 тысяч на бензиновой машине можно забывать. Так, следующее, на чем не стоит экономить, это на масляном фильтре. Это, конечно, однозначно все, что касается двигателя, масла и масляного фильтра, надо брать хорошего производителя. Я себе фильтр масляный, масло, кстати, я себе заливаю Shell Helix Ultra 5W-30, покупаю, не реклама, покупаю на Озоне, так как Озон является официальным поставщиком этого масла, продавцом. Поэтому я покупаю на Озоне, сколько раз я не проверял на подлинность, все полностью четко совпадает, вопросов к маслу с Озона, именно Shell, у меня нету, ноль. Также на Озоне я покупал фильтр масляный на 2,4 двигатель, это у нас, по-моему, там 610-9. Отличный фильтр, у него даже, он сам по себе немножко подлиннее, чем оригинальный, за счет этого, я думаю, что фильтрующий элемент в нем еще больше, поэтому на этом тоже не экономим. А теперь рассказываю, на чем же я лично экономлю, ну и считаю, что можно на этом сэкономить. Как вы знаете, фильтра воздушные на двигатель и на кондиционер, на салонный фильтр, у дилера просто цена, космос, космос. Откуда они берут цены эти за кусок бумаги, они там говорят, что они антибактериальные, что ты его поставил, и все, бактерии у тебя просто, они сразу все сдохнут, умрут, в твоей машине не будет. Не подойдут даже. Не подойдут к машине бактерии, они будут отбегать стороной. Ну, мне кажется, это все такое, знаете, маркетинг, маркетинг. Да, не стоит брать просто бумажку, я думаю, что более-менее нормальный фильтр, угольный, стоит он в районе 5 долларов, ну, примерно, там от фирмы разница зависит. Так же, как воздушный на двигатель, так же и на салонник. В районе 5 долларов, 5-6 долларов стоят эти фильтра. Да, салонник угольный, на двигателе простой. Вполне достаточно. Я думаю, что аудилера стоит, я вам сейчас скажу, сколько. Так, 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 это получается 80 рублей. Это сколько примерно? 30 долларов, да? Это в районе 30 долларов. Представьте, что если этот стоит где-то у нас порядка 5 долларов, то аудилера фильтр стоит в районе 30 долларов. Насколько получается у нас разница в цене. А я сторонник того, что я лучше в летний даже период этого... Камер нет. ...использования автомобиля, я лучше чаще буду, допустим, каждые 7 тысяч менять, 7-10 тысяч менять, салонный фильтр и воздушный фильтр двигателя, чем он у меня будет, допустим, по регламенту стоять на двигателе 20 тысяч, и на салоне... А, салонник все равно, по-моему, каждые 10 тысяч меняется. Если я ошибаюсь, поправьте в комментариях. Лучше я чаще поменяю. Вот на этом я готов сэкономить. Купить фильтр подешевле, но чаще его менять. Чтобы там не скапливалась у нас всякая гадость, чтобы он не сырел, не разводились там разные бактерии. Каждые 7 тысяч салонник можно поменять раз в 7 тысяч, и раз в 10 тысяч можно поменять фильтр на двигателе, чтобы двигателю легче дышалось. Вот такое у меня мнение, вот так я отношусь к прохождению ТО. Ну и, конечно, если, допустим, вы тормозную жидкость меняете, то тоже на тормозной жидкости лучше не экономить, а залить хорошую тормозную жидкость, которая предотвращает, допустим, образование коррозии внутри, в суппортах, ну и которая меньше скапливает себе влагу. Как-то так. Что вы думаете по этому поводу? Вы экономите или нет? И какие запчасти вы покупаете, расходники на свои автомобили? Пишите в комментариях. Вот такое вот видео. Подписываемся на канал, оцениваем видео. Нравится, не нравится. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok